Так, пихантер пишет. Пан Роман, витаю. Вам не сдаешься, что мы спостерегаем о крах системы курования на России? Давайте я переведу нашим российским товарищам. Все-таки пока у вас еще в школах не преподают украинский язык, но в принципе, еще раз медленно вам прочитаю, вас же отправят в Украину, понимаете? А иногда украинские бойцы террабороны допрашивают пленных исключительно на украинском языке. Русские знают, но допрашивают на украинском. Говорят, полинейцы, повтори, слава Украине, Путин ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, там немножко другая мелодия, но вы поняли, что о чем. Значит, вам не сдаешься, что мы спостерегаем о крах системы курования на России. Не кажется ли вам, что мы сейчас наблюдаем крах системы управления в России? Да вот какие-то пошли такие тенденции. Генерал-полковники извиняются перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, а он все равно требует разжаловать их в рядовых. Да. Как-то много таких появилось тенденций, что, понимаете, вроде бы вот Россия приросла земелькой, Путин сказал, Херсон наш, а ЗСУ сказали, будет переголосование. Да. И вот сегодня вот как раз вот уже ближе туда к новой краховке. Да. А там не про холодный-холодный. Все время температура с каждым днем падает и падает и намекает российским парням, чтобы отсюда хер выберетесь живыми. Вот так. Поэтому тут сложно с вами не согласиться, что это так. Кстати, вот когда мы говорили о музыке, о ПЭПАСИ украинском, там же есть у нас прекрасное, прекрасное произведение. А Барыс, Дженсенюк Барыс, Танки Грыз, Як Барбарыс. Россияне, вы обязательно погуглите, чтобы вы просто знали. Возможно, слова из этой песни опять же спасут вам жизнь. Когда, вот смотрите, вы попали в плен, ну, бой, жара, может, пройдите все, что угодно, вас берут в плен, а вы начинаете петь. А Барыс, Дженсенюк Барыс, Танки Грыз, Як Барбарыс. Вот я вам гарантирую, что шансы ваши на выживание в плену сразу возрастают в несколько раз. То есть нужно готовиться, нужно навчить украинскую мову, правильно проговаривать слово поляныця. Даже я иногда, может быть, где-то динамику этих звуков путаю. Но у меня-то паспорт гражданина Украины. У нас, если ты гражданин Украины, ты живешь у себя дома, ты можешь даже не выговаривать поляныця. Но если ты, падла, переступил закон и перешел на сторону врага, то тут уже как бы слово поляныця не проговаривалось человеку кобзда. И на оккупированных территориях почему-то эта кобзда происходит частенько. Вот так. И вот пихантер продолжает. Усякие доны и пригожины наезжают на высшие висковые керевницы. Перевожу. Всякие доны и пригожины. То есть Рамзан Ахматович, Дон-Дон, ну и уголовник Пригожин наезжают на высшее политическое руководство. Ужас. У вас что, Путин перестал быть богом? Помнится, когда-то Маргарита Симоньян говорила о том, что он вожак у вас. Вожак стаи. А теперь на вожака просто косо смотрят. Болосают в него бананы. Ну и другие вещи. Значит, при этом, когда Путин подписывает документы об аннексии Херсона. Вы заметите, вот россияне, вы же не чувствуете радости от этого. В 14-м году, когда мои друзья, с которыми я провел массу времени за одним столом, начали радоваться оккупации украинской территории, я был шокирован. А теперь вы не радуетесь. А в чем разница? И тогда была армия, использована и сейчас. А я знаю, в чем разница. И вы знаете. Потому что вас начали отстреливать. Всеразум в чему песню. А Борис Джон Сынюк... Джон пошукает в интернете. Танки грыз. Танки грыз, як бар Борис. Это даже просто. Танки грыз, як бар Борис. Сей выяслив, можев ритуалат. Это выражение может спасти жизнь российского солдата. Его возьмут в плен, посмотрят. Ну, человек готовился к войне. Выучил несколько песен. Там еще нужно знать, что Путин ла-ла-ла-ла. Ну, мы будем дополнять этот ряд. В принципе, можете ознакомиться на Apple Pay. Есть популярный плейлист в Украине. И там все есть. Все есть, да. Так, цикава гаупытаем. Чи переживе российская влада в трату территории, якова нащойна объявила своими? Россияне. Переживет ли российская власть потерю территории, которую вы объявили своими? Вообще, как-то выглядит это странно. Путин рассказывает там что-то вам про геев. Родители Е1 и номер 2. Да, в части того, что прирастает Россия земелькой. А тут Лейман Рас и спустя начал выход из состава России прямо во время торжественного мероприятия. Как-то странно это. Действительно, стыд, позор. Сегодня референдум. А завтра уже пришли вооруженные силы. А если пришли украинские вооруженные силы, значит, это следующее, что российские мальчики, которые уже нифига не мальчики, они умерли. Представляете? И не факт, что каждая мама или каждая супруга этих парней будет рада белой ладе. Если ее, конечно, и дадут. Согласитесь. Так. Валерий Ионочкин пишет нам. Живя в России, я троллю ватников украинскими песнями по Вайберу и видео с фронтов. Реакции ноль. Может, молча страдают? Закончил все неблагодарный труд. С них необучаемых хватит. Слава Украине! Валерий Ионочкин. Если вы это делаете в России, вас могут привлечь за дискредитацию вооруженных сил. А нам, порядочные граждане России, нужны. То есть мы не должны друг друга любить. Мы не будем искать хороших русских. Но, очевидно, все равно будем жить рядом. Да. Мы будем смотреть в сторону России через прицел. Это понятно. Но факт остается фактом. Смотреть через прицел можно не воевать. Можно. Не сейчас, но через какое-то время. Но вы молодец. Образовывайте. Может быть, вы им песни отправляете. Они слова выписывают и учат на память. Еще раз. Это, наверное, важное открытие сегодняшнего стрима. Важное обращение к всем мобилизированным солдатам. Учите украинскую современную музыку. Во время пленения сразу начинайте проговаривать ее. Если кто-то там будет путать какие-то слова. Джансенюк, Борис. Потому что не Борис, понимаете? Борис. Борис. Ну, вам подскажут. У нас вообще в этом отношении народ спелучий. И подскажут. Возможно, будет хор военнопленных Российской Федерации. И будут они петь эти песни. И, конечно, Маша Захарова будет орать. Это нарушение прав человека и всякое такое. Надругательство над военнопленными. Но когда они будут петь, они будут, а, живы и накормлены. А не так, как обращаются с украинскими военнопленными. Которые их когда обменивают, они похожи на скелеты. Так что получается? Россия нацистское государство? Да, так оно и есть. Из песни слов не выкинешь. Независимо от того, грыз Борис Джансенюк, танкек Барбарис. Или нет? Вадим Левчин пишет. Роман, после Путина пройдет такой же неадекват. Как нам не воевать вечно? Какой выход? Значит, смотрите. Выход очень-очень простой. Почему мы сегодня говорили о том, что россияне начали вот эту вот песню запевать понемножечку. Что Путина обманули и ввели, извините, в стратегическую. Сейчас из себя сделали стратегическую ошибку. Вот же этот текст. Смотрите. Незыгарь. Вот, вот, вот. Теперь такой стратегической ошибки в России не будет. Потому что каждый российский гражданин с детства будет знать, что по соседству живут страшные войны, которые при фразе «один народ» сразу начинает стрелять на звук, на поражение. И идея Путина, как он начинал войну, деноцификация и демилитаризация. И сейчас, кстати, Песков время от времени повторяет, все задачи будут выполнены. А Украина наступает, да? Так вот, демилитаризация Украины почему-то плавно превратилась в мобилизацию в России и милитаризацию Украины. Ну, согласитесь, 7 месяцев назад нам же никто с Хамберса не выдавал в таком количестве. Тут вся военная промышленность Запада, она сейчас начинает понемножечку работать. Вы представляете, какой гений внешнеполитический у Путина? Крутяк просто. И этот гений оплачивается жизнями российских граждан. Не только тех, которых убьют в Украине, а тех, кто умрет в самой России из-за отсутствия лекарств западных. Ну и всякое такое. Вы же сами знаете, что такое импортозамещение. Это когда ты ездил на Мерседесе, а потом тебе предлагают вступить в говно. В смысле, пересесть на ладу Калину. Да? Вот такая вот штука. Роман, мобильные крематории правда работают? И о адекватном числе падали, россияне не узнают. Ну, так вы грубо, конечно, о павших российских витязях сказали. Вопрос в том, что, может быть, и работают. Но проблема, наверное, заключается в том, что многих просто не довозят туда. Посмотрите, вот зайди в любой военный ютуб-канал, телеграм-канал украинский. Там везде одни трупы российских солдат. Никто их не забирает. И даже до крематория. И внимание, что там трупы, трупы, трупы. Приезжает наша машина, находят парни в перчатках. И начинают всех укладывать в черные мешки. Такие. И в этот, в вагон для хранения трупов. И никакого желания забрать эти трупы нет у российской власти, российского военного командования. Даже Дон-Дон по этому поводу ничего не говорит. Так. Александр Козенко пишет. Егар на петите. Наносит удары у видповедь на обстрел Харькова по объектах, в которых выдается обстрел баллистичными ракетами Харькова. Навет, якщо вон и на территории Белгорода. Петры, мы же россияне чувствуете, какой у нас подход? Значит, удар по Харькову, в ответ сразу удар по Белгороду. Конечно, поддерживаем. А других вариантов нет. Единственное, что россиянам повезло, мы по девятиэтажкам фигачить Белгорода не будем. Там есть достаточно объектов промышленных и других. А как вы хотели? Еще раз. Мы с каждым днем в военном плане становимся сильней. Россия не факт. Вот так. Так. Так, вот Алекс Воробей спрашивает. А что там слышно по поводу экономики после массового исхода народа-багоносца подальше от скреп? Ну что, утраты. У меня завтра выйдет интервью с Егором Куптевым, который глава Russian Free Foundation на Южном Кавказе. Мы вот очень много об этом говорили. О цене этой войны для России. Так что завтра где-то в обед смотрите. Будет интересно. Так. А Вера Щербина спрашивает по поводу Посейдона. Про ракеты Посейдон. Но Посейдон это не ракета. Это беспилотная подводная лодка. Если я ошибся, мне поправьте в комментариях. Которая оснащена ядерными зарядами. И короче вот она плывет к Соединенным Штатам. И в случае правильного взрыва вызывает ядерное цунами. То есть вода сносит там прекрасные пляжи вместе с людьми в Соединенных Штатах. Я когда это слышу, то мне хочется сказать следующее. Товарищи россияне. Вы конечно можете анонировать. Надрачивать своими стратегическими ракетами сколько угодно. Но тут очень важен один момент. Когда сейчас готовят россиян, мобилизированных на войну. Всегда проговаривают. Что вот вы едете на войну с НАТО. А НАТО украинцев не жалко. Проговаривают российские руководители разного звена. Но никто никогда не говорит жалко ли им российских солдат. Чему я это? Причем здесь Посейдон и другие ракеты. Сармат. Ну все что вот это стратегического уровня. Все что для Соединенных Штатов. Послушайте. Во-первых. Если 24 реактивные системы залпового огня. МЛРС и Хаймарс. И немецкий аналог Марс. Кардинально изменили ситуацию на поле боя. И еще далеко не все американские системы военные используются против российской армии. То что будет если они используют весь свой потенциал. И самое главное. В Соединенных Штатах тоже есть ядерные бомбы. Стратегические ракеты. Подводные лодки. Которые подплывают. И где-то там. В водах. Как этот океан? Северо-ледовитый океан. Тоже может запустить рахетку. Большую. Поэтому вот эти вот все угрозы стратегическими системами и оружием. Ну они конечно имеют право на жизнь. Но значит это только одно. Что россиянам капс да. Причем в такой ситуации вполне возможно, что те же офицеры связи, и не только связи, ракетчики скажут. Ребята, нафига это надо? Ради чего? Все же в школе учились и знают, что оккупированная территория. Крым, Донецк, Луганск, Запорожская область и Херсонская область и территория Украины. И не обязательно за это умирать. Вот 50... Ой, 50... Слушайте, уже 60 тысяч российских солдат убито. А завтра сводка обновится, там вообще будут какие-то фантастические цифры. А россияне, российское министерство обороны продолжает врать российским гражданам. И они об этом знают. Как проверить, почему россияне трындят? Это Коношенков, это вот сволочь в погонах генерала-лейтенанта с каменным лицом. Потому что это падла в бункере, а на убой отправляют российских молодых мужчин. Где вот критерии, что они начали врать? Когда 7 месяцев назад они рассказывали, что уничтожили всю авиацию Украины. А сейчас вышло сообщение, что только в течение 3 дней проведения референдума... Сколько они там сбили? 7 самолетов? Но мне кажется, что очень сложно уничтожить 7 самолетов или 4, я уже не помню цифру. Если вы это все уничтожили 7 месяцев назад, ну какое может быть этому доверие? Кстати, россияне начали в последнее время, даже Коношенков начал говорить о том, что украинские войска вклинлились в нашу оборону. Чтобы не сказать слово драпали, как сраные зайцы. Ну, зайчики хорошие. Друзья мои, на этой прекрасной ноте я всех призываю срочно просто подписаться на мой ютуб канал. Это важно. Ставим лайки. Делаем репосты. Ну, все как обычно. А тут действительно лайков на тысячу меньше. Ну, что-то такое. Россиянам хочется добавить только одно. В рамках нашего прекрасного, самого противоречивого проекта украинского ютюба. Мы за вами следим. И вы уже знаете самое важное. Что в Украине вы погибнете, а Украина была, е и будет. Я благодарю всех за внимание. До скорых встреч. Смерть российским оккупантам.